Всем привет! Сегодня я собираюсь, как обычно, и пока буду собираться, хочу просто с вами поболтать. Честно, я вообще вот в жизни не считаю, что есть какие-то нормы, есть положено, есть не положено, что есть критерии какие-то, да, которым нужно следовать, вот чётко нужно следовать. То есть, если ты какой-то байке не будешь следовать, то, значит, твоя жизнь не удастся, абсолютно нет. У всех разная жизнь, да, и, соответственно, если моя подруга успешно вышла замуж, да, у неё родился ребёнок, у неё хорошая жизнь, у неё богатая жизнь, она ездит отдыхать, она живёт в роскоши, это не значит, что если я буду искать богатого мужа, успешного мужа, то у меня всё сложится именно так. Всё может быть вплоть до наоборот, вот и всё. А может быть и такое, что я выйду замуж, да, за какого-нибудь бедняка, с которым мы потом вместе шаг за шагом будем стремиться к чему-то, что-то делать вместе, и заимеем, наживём то же самое, что, допустим, та же моя подруга, только это будет намного дольше, это будет всё своими силами, они на всё готовы. Что меня сподвигло вообще на это видео? Опять же, женщины, потому что когда общаешься с какой-нибудь женщиной, вот, да я бы там не позволила ему вот этого, вот этого, вот этого, да я вот, да я, но при этом у неё никого нет. Начнём с того, что это завышенные ожидания, да, не нужно никогда ставить планку выше того, что есть в жизни на самом деле, никогда ты не найдёшь за редким исключением. Может попасться мужчина, который тебя боготворит, который состоятельный и которому ты нужна, да, просто как муза, ты можешь не работать там, к примеру, ни хрена не делать, ну или работать, но в своё удовольствие, ну, заниматься чем-то тем, да, что тебе нравится. Такое бывает редко, а даже если и бывает, то со временем всё сходит на нет, потому что период музы прошёл, ему нужна новая муза. Как бы мы все, да, в курсе, кто такие мужчины. Они для нас в той же степени незнакомы, в какой мы их очень хорошо знаем. Я надеюсь, нормально выразилось. У меня есть знакомые и есть подруги, которые считают, допустим, что мужчина всё должен, а под всё я имею в виду не в плане, там, заплатить за неё, там, помочь донести сумку, а именно вот женщины считают, что мужчина обязан. Мало того, что меня это слово просто убивает, а знаете почему? Потому что у меня были такие мужчины, которые считали, что я обязана им, ну, чем-то, неважно, обязана там убирать, стирать, к примеру, там, ещё что-то. И это вот как раз-таки, знаете, вот большая и распространённая ошибка всех пар, вообще всех отношений, потому что никто никому ничем не должен и ничем не обязан. Потому что никто никому ничего не должен и ничем не обязан. Почему так? Объясню. Потому что, ну, задумайтесь, мы все разные, да, мужчина жил в своей среде, да, женщина в своей среде. Они жили по-разному. Опять же, за редким исключением семьи как-то похожи между собой. Но если у вас совершенно разные статусы, да, как бы одна семья богаче, другая беднее, и мамочка там печётся над своим сыночком, потому что, не знаю, долгожданный ребёнок, да, этого ребёнка любят, у вас там четверо в семье, да, было, и ты девочка, да, на которую внимание особо-то родители не обращали, ты, получается, немного недолюблена. Где девочки, там и большие семьи, потому что, ну, все хотят первого мальчика, да, это не закон, это не закон, что девочки в семье обязательно многодетные. Нет, может быть, один ребёнок, девочка, если он желанный, если девочку хотели, да, или без разницы, да, там, в семье, какого пола будет ребёнок. И этот ребёнок в любом случае желанный. Но в большей степени, как у нас, да, принято. Первый мальчик, все хотят наследника, я не знаю, девушка-наследница не может быть. Ну, как бы, мне тоже это непонятно, не знаю, почему так издавна пошло, и вообще для чего, и зачем. Ну, как бы, типа, мужчина-продолжитель рода, женщина тоже. Как бы, у неё есть свои яйцеклетки, да, она, короче, я не буду углубляться, я думаю, все этот процесс понимают. Да, мужчина-носитель спермы, но это не повод его возвышать, да, и считать одним наследником. Женщины тоже наследницы, и они также несут потомство. Ну, как бы, по поводу того, что разные семьи, разные уклады в семьях, и по-разному люди растут. И потом, вот представьте, да, две разные семьи. Девушка родилась в бедной семье, допустим, ну, или мальчик, да, родился в бедной семье, а девушка в богатой, ну, либо наоборот, не важно. И тут они встречаются, они начинают совместную жизнь какую-то, какой-то совместный, да, путь. Встречаются трудности, но, соответственно, как бы, трудности будут у любого человека, у любой пары. Даже если у вас, там, не знаю, родители будущие оплатили уже ваши, даже если у вас все схвачено, все равно будут трудности, будут трудности во взаимопонимании и в отношениях. Понимаете, если где-то есть одно заполнено, то прореха будет в другом. И это нужно учитывать. Просто нужно относиться ко всяким трудностям, да, ко всяким неурядицам немножко проще. Объясню почему. Потому что я в свое время, когда, ну, была молодая, да, маленькая даже, не то, что молодая, если честно, старая, знаете, амбиции, потом моя вот эта вот независимость какая-то, стремление быть, как это сказать, стремление быть более независимой, да. Я вроде бы и независимая, но в то же время вот любой мужчина, который у меня был, он пытался как-то, не знаете, вот подмять, что ли, в плане того, что женщина не имеет слова никакого, женщина, ее место на кухне, потом женщина это то существо, которое нелогичное. Знаете, вот эти все стереотипы, которыми наполнены головы мужчин, это все мешает взаимопониманию и отношениям. Когда ты всего этого лишаешься, ты просто это все со своей головы выметаешь нормальными, здравыми мыслями, жизнью, которая напитывает тебя твоим опытом, именно твоим, потому что твой опыт не сравнится ни с его, ни с ее опытом, ни с чьим другим опытом. Такие вещи, о которых, не то, что даже это именно эти вещи конкретные, нет, вообще все вещи во всем нашем мире, это то, что нельзя покрыть стереотипами, да, это не то, что можно сказать, что, блин, да вот это так, потому что вот так. Нет, потому что у любой другой ситуации есть какие-то подводные камни. Да, можно конкретизировать, можно углубляться в какую-то конкретную тему и разбирать ее по мелочам. Тогда, да, тогда будет какая-то конкретика, и можно сказать, что вот это получилось так, потому что вот так. Но, опять же, одного ролика не хватит, чтобы все охватить. Я хочу просто обратиться к женщинам, наверное, в большей степени, чтобы они были терпимее не только к себе, а терпимее к партнеру, даже к тем, с которыми вы только начинаете дружить, знакомиться, общаться. Не нужно считать, что если вот он не купил мне мороженое или не заплатил за мое мороженое, значит, все, это не тот мужчина, а вы не думаете, что это может быть проверка какая-то, что он не хочет увидеть в тебе корыстную тварь какую-то, да, как многие мужчины, опять же, сейчас считают, что все женщины такие, всем женщинам нужны деньги. Откуда-то же это пошло, что мужчины считают женщин корыстными, мужчины считают, что женщинам нужны только деньги. Значит, женщины сами это допустили, женщины сами это показали, женщины сами показывают, какие они легкодоступные. Это не беру во внимание шлюх. Женщины есть просто согласны на все ради айфона, ради машины, ради там еще чего-то. Меня знаете, что еще бесит? То, что женщины очень падкие на горячих мужчин. Это кавказцы, это азербайджанцы, кто там еще, турки, и все вот эти вот оттуда, которые... Да, одно время интересно, как и любому другому мужчине, попробовать с мулаткой, да, попробовать с этой, с третьей, десятой. Я это все понимаю. Знаете, я принимаю это, но мне непонятны женщины, которые сходятся с ними. У них у всех уклад, их рано женят, им рано находят невест. Поскольку в 16 или я не знаю сколько, не буду точно брать, как бы, но они делают это все рано, и они женятся на своих женщинах. Для них любая другая женщина, ну, это объект, сексуальный объект. И все, как бы, для утех своих, опять же, не в их стране. Я просто работала в Воронеже у греков, у нерусских, короче, будем говорить так, потому что, я не знаю, как перечислять все их нации, как бы, там смешение. Я не знаю, как сказать, короче, я думаю, меня помнили. Я не буду называть слово на букву Х. Такие люди сами говорили, что здесь у них есть любовницы, я не знаю, шлюха не тягают, и это считается для них нормой. Они едят мясо, они делают все, что хотят. И как они выражаются, то, что происходит не в их городе, не в их стране, где они живут, а их бог не видит, потому что их бог там остался, на их родине, вот. Вот как они выражаются. Да, может быть, это просто смешочки такие, я не говорю, что это правда, и так они действительно считают. Это могут быть отмазки для глупых женщин по типу меня, как они считают, потому что для них, опять же, женщина, это, ну, это хранительница очага, мать моих детей, такие громкие слова, которыми, опять же, такие вот мужчины, тип таких мужчин любит бросаться, как они еще песни любят петь, стихи сочинять, еще и рисовать кто-то из них умудряется. В общем, знаете, такой вот, вроде бы, как романтичный типаж мужчин, но это все пшик. Так вот, меня бесит такой типаж мужчин, и бесит типаж женщин, которые считают, что если она будет с ним, потому что здесь, допустим, в Воронеже я очень часто вижу пары, когда он кавказской национальности, и женщина с таким мужчиной кавказской внешности русская. Дело в том, что я уже сказала, что такой типаж мужчин, именно такой национальности, очень редко женится на русских, на украинках, на любых других каких-то национальностях. Они чисто вот свое, потому что нужно продолжать род своей нации, да, вот что-то как-то так. У меня на моей памяти было всего лишь пару человек, кого я знала, опять же, по работе, еще живя на Украине, именно те, которые... Он мусульманин, а она русская. Ну, допустим, украинка на тот момент. Это редкие случаи, очень редкие. И, опять же, там... Он ее не привез к себе в дом, он уехал, потому что родители были против, да, со временем они приезжать начали, ну, к ним в дом, они начали как-то общаться, но до этого все его родственники противились, потому что он выбрал не свою. Я не считаю, что это плохо. Есть люди русские, украинцы, которые принимали мусульманство и живут долго в браке. Я не против этого. Я, знаете, не тот человек, который будет против возрастных ограничений каких-то. Вернее, для меня их не существует. Как бы, если тебе 18, то ты должна выйти замуж, допустим, только за 18-летнего, либо там на 2 годика старше, да хоть за 80-летнего. Мне как-то... Знаете, вот мне пофигу, кто что делает со своей жизнью. Ныть при этом не нужно, понимаете? Это то же самое, что я вот в своих отношениях, да, и я буду ныть постоянно о том, как мне хреново. Я сама знаю, на что иду. Я это выбрала сама. А хера ли ты хотела? Вот. И меня вот бесят женщины, которые так не считают, которые считают все равно, что виноват мужчина, что мужчина такой плохой, мужчина такой сякой, но при этом не хотят посмотреть на себя. Как бы ты шла на что? Ты видела вообще, глаза твои открыты были, когда ты выбирала этого мужчину? Ты знала, что он не русский, да? Ты знала, что у них такой уклад, и они сразу есть... Некоторые даже говорят, что ты будешь мне только любовницей, и больше ничего. У меня есть жена там на родине, я к ней рано или поздно уеду, и буду ездить периодически. Есть вот сразу ставят рамки, сразу вот именно все рассказывают, расставляют по полочкам. Но женщины вот настолько наивны, женщины настолько вот, чтобы не обижать, вот наивны, действительно наивны, что она думает, он бросит ту жену, и будет жить с ней, и будут они счастливыми, и будет у них шикарная свадьба, и куча детей, и все родственники соберутся, и она похвастается своим мужчиной перед подружками. Но не будет такого, понимаете? Не будет такого, потому что он предназначен для другой женщины. Есть такие же русские мужчины. Найдет любовницу, а любовница вот считает, что рано или поздно он бросит свою жену. Но есть такие мужчины, которые вот любят жену, в плане, любят, знаете, не как вот чувства. Она вот хранительница, действительно очага, он видит в ней именно ту женщину, с которой хочет жить. Ему удобно с ней жить. А любовница не понимает это. Она даже может этого не знать, просто что его все устраивает. Его устраивает, что он может трахать кого угодно, жена об этом не знает, а если и знает, то молчит. Это так глупо. Честно, я никогда не была в отношениях... Нет, один раз у меня были такие отношения, и то они продлились недолго, вплоть до того, когда я узнала, что у него есть девушка. Это не жена, это девушка, с которой они просто были в ссоре. Но парень стал встречаться со мной. Ну как бы рука-лицо просто. Знаете, когда отношения только завязываются, ты чувствуешь какой-то такой вот бабочки в животе, да? Такой вот прилив любви, радости, счастья. А когда вот что-то такое узнаешь, это как предательство из этого разряда, то ты уже не чувствуешь этих бабочек, ты не чувствуешь вот эту вот теплоту, какое-то особое, да, бережное отношение к себе. Ты видишь просто человека, который врет, ну, потенциально своей там жене, да, девушке. Жизнь такая штука, что нужно иногда контролировать в ней свой выбор. Свой выбор, куда вы пойдете, что вы сделаете, с кем вы это сделаете. Потому что у меня тоже в жизни было много ошибок. Понимаете, мои ошибки, вот по сравнению с тем, что мне рассказывают мои подруги, с тем, что я читаю в интернете, с тем, что я слышу от тех же сестер своих, от их подруг. У меня просто жизнь была, понимаете, вот что Нина есть скучная. Хотя, ну, мне так не казалось. И самое главное еще, глупо считать своего мужчину именно только своим. Он не только ваш, он мамын, он папын, он бабушкин, дедушкин, сестры, брата, тети, дяди. Особенно, если они все плотно общаются. Он не только ваш. Понимаете, я вот честно скажу, я все равно вот ревную немного, когда там, допустим, вот приезжает к нам мама парня. В какие-то моменты я ревную, потому что больше уже времени уделяется маме, а не мне, да. Но это такое детство, вот честно, я поревную, поревную, попсихую так немножко, погрызу себя, а потом просто понимаю, что, блин, ну это же глупо, это глупо. Она не отбирает у меня его, она не сказала, все, бросай ее, давай, пошли со мной. Нет, понимаете, вот это просто вот общение, они сидят, общаются, а мне как-то, знаете, вот одиноко становится. Хотя, блин, иди и общайся, вот честно, это чисто вот какие-то мои тараканы, и я тоже с ними борюсь. Ни брови, ни ресницы не буду красить. Такая жара сейчас. Я, кстати, не с пустого места это все говорю. У меня были знакомые девушки, опять же, вот с моих бывших работ, которые, знаете, вот как распространено, что нужно найти себе нерусского, обязательно. Весь круг общения на бывших работах, у всех у них был опыт. Причем, одна у меня вообще знакомая любила только такой типаж мужчин, только они ее заводят. И она еще рассказывала историю, что эта любимая история вообще всего магазина была о несбыточной любви, неразделенной любви, такой страстной, но быстро заканчивающейся. И я сначала не понимала этих каких-то смешков, да, но потом мне рассказала сама же эта девушка историю о том, что она нашла, по-моему, то ли чеченца, то ли вот что-то из этой области, именно те, которые очень вспыльчивые, я забыла. Неважно. У них развернулась такая любовь, там, боже, и цветы, и уже кольцо чуть ли не дарил, все там было на мази, но в итоге он в один прекрасный момент просто исчез, и она встретила какого-то там друга общего, который был тоже из тех, и просто ей сказал, что он уехал домой, у него там жена, дети, а что ты хотела? Понимаете, она, когда даже мне рассказывала эту историю, наивно рассказывала ее, знаете, вот с таким тоном, как будто это ребенок, которого обманули, понимаете, вот обманули, и она подумать не могла, ну, я не знаю, у меня вот с детства отношения к таким людям, да, вот именно такой национальности, именно недоверчивые, я не знаю, наверное, я просто с таким типажом мужчин, да, и национальности встречалась в свое время, не в плане отношений, а вот просто со стороны даже смотрела на то, как они обращаются с женщинами, как они себя ведут, некоторые даже девушки мне рассказывали, как они жили с такими мужчинами, в любовницах у них были, честно, ну, ничего хорошего, и, наверное, вот этим я, знаете, напитала себя, да, и зарубила себе на носу, мужчины, опять же, могут заливать в уши все, что угодно, поэтому женщины просто не нужно лезть с головой в омут, да, а потом просто кричать о помощи, вы посмотрите на людей, на множество женщин, которые пробуют себя в отношениях, я, допустим, отношения строю 10 лет, и, понимаете, мне есть о чем сказать, потому что отношения у меня все это время были разные, не было какой-то одной, да, стези, вот, которая уже истоптана, вот эта тропа, я уже все знаю вдоль и поперек, нет, у меня еще столько неизведанного впереди, даже с одним и тем же человеком, что можно говорить тогда о вообще незнакомых, с кем ты можешь потенциально начать отношения, кстати, критерии журналов, передач всяких там, давай поженимся и все остальное, если ты на свидании, я, кстати, где-то это услышала, исследовала этому правилу одно время, если ты на свидании, первые полчаса сидишь неловко и молчишь, не знаешь о чем говорить, значит, это не тот человек, а вы не думали, что человеку просто неудобно, для человека вы новый человек, он не знает просто, на какие темы можно общаться с вами, начнет на темы политики общаться, вас это затронет, вы обидитесь, а вдруг у вас там кто-то в политике, из родственников, а вдруг еще, понимаете, такие вот мелочи, о которых взбалмошная женщина не задумывается, она думает только о себе и все, и я призываю вообще женщин просто не думать только о себе, учитывать то, что может быть что-то случилось, может быть что-то произошло, почему он не заплатил за меня, может быть у него с финансами туго, может быть это проверка, как бы понимаете, вот любая другая бы женщина бы уже давным-давно нашла свое счастье, если бы просто не ворчала, и не разворачивалась, и не уходила, при первой возможности, когда мужчина косякнул, по ее опять же мнению, а если бы ты осталась, просто переступила через себя, заплатила бы сама за себя, то может быть и было бы, сделал тебе мужчина хорошо, не в плане секса, а в плане заплатил за ужин вчера с тобой, блин, сделай ты ему хорошо, сделай ему приятно, нет, я имею сейчас ввиду, просто сделай ты ему там тоже ужин приготовь, пригласи его, мужчины же любят тоже пожрать, сделай может быть подарок ему какой-нибудь, презент, я не знаю, там может быть даже действительно физическое что-то, понимаете, там я знаю женщин, которые, ладно, в общем у нас тема будет 18+, тогда, ладно, я замяла, в общем, есть женщины, которые в близости не делают каких-то определенных вещей, можно этим как-то, да, там поощрять своего мужчину, чтобы он, во-первых, он тогда чувствует, что он нужен, во-вторых, он понимает, что, понятное дело, ты это сделала не как плата за вчерашний ужин, то, что он заплатил, нет, ты просто благодарна, и он видит твое отношение, что ты это делаешь не просто так вот, это он, да, давай, сейчас сделаю, а именно, ну, ты как-то изъявила желание, в общем, ты как-то смекалку, да, подключила, помониторила, ну, а если шутки в сторону, то нужно, чтобы было взаимоотношение, как у партнеров, по бизнесу, да, допустим, если мужчина тебе что-то делает, то ты ему тоже делай, ты не должна, и он не должен, но если вы любите друг друга, да, уважаете друг друга, вы цените то, что друг для друга вы делаете, то тогда у вас даже не будет возникать мысль, что, ага, он мне там что-то сделал, там, два дня назад, блин, я должна ему за это что-то сделать, нет, вы должны хотеть этого действительно, вы должны не думать так, что, ага, он мне там подарил, кольцо вчера, блин, ну сделаю я ему вот это вот, короче, нет, должно быть желание, быть с этим человеком, делать для него что-то, если желания нет, то и с человеком этим вы рано или поздно расстанетесь, ну вот, отношение это притирка, отношение это работа, я не понимала этого, пока вот не стала сама работать над отношениями, потому что это вот работа от начала отношений, когда вы познакомились друг с другом и до самой смерти, если вы прожили все это время вместе, до самого конца расстались вы там в какой-то определенный момент, там, я не знаю, еще что-то у вас случилось, разошлись, развелись, до самого этого последнего момента, это все работа над отношениями, ни единого дня нет продыху, это все равно, что родить ребенка, и потом удивляться, что ребенок у тебя отбирает большую часть времени, то же самое отношение, то же самое и мужчина, я хочу отношения, вот у меня нет мужчины, блин, что-то не везет, а потом, когда он появляется, она начинает выпендриваться, и ныть о том, что как он ее задолбал, он занимает большую часть времени, у нее не хватает времени на подружек, у нее не хватает времени на маникюр, педикюр, потому что мужчина захотел там, я не знаю, борща какого-то, так от чего ты удивляешься, ты же заведомо должна была уже знать, что мужчина будет требовать к себе так же внимания, как любое другое животное, которое заводите совместно, либо об одиночке, так же как ребенок, так же как любой другой человек, так же как твоя подружка долбанная, на которую ты время тратишь, либо ты любишь на него тратить время, на животное, на любимого человека, на ребенка, либо тебе, короче, можно долго и нудно вообще об этом, обо всем разговаривать, но мне нужно уже бежать, я надеюсь, я донесла свои мысли до женщин, и до мужчин тоже, потому что я сейчас это все говорила не для того, чтобы выставить себя в лучшем свете и сказать, что нет, я не такая, вот есть женщины так делают, но я не такая, нет, если я так говорю, я говорю из своего личного опыта, потому что я себя так же раньше вела, я над собой работаю, и я решила вот что, я хочу отношений нормальных, да, человеческих отношений, вот действительно теплых, взаимопонимания, взаимоотдачи какой-то, а не так, что я после этого не стала завышать планку, надела корону, и все, и давай на поиски, блин, принца на белом лимузине, нет, я работаю над собой, анализирую то, что было раньше, да, что происходило, нахожу свои какие-то ошибки, его ошибки, да, еще очень важно разговаривать о том, что не нравится, и сразу это говорить, допустим, а почему ты не заплатил, да, почему ты там вот сделал так, не сделал так, или еще что-нибудь, чтобы понимать, для того, чтобы это делать, не нужно быть психологом, читать умные книжки, нужно просто общаться, короче, я, в общем, высказалась, выговорилась, там уже как хотите, если вам есть что сказать, то, пожалуйста, в комментарии пишите, там мы с вами поговорим, никого не хотела обидеть, не имела в виду, что плохие женщины или мужчины, это просто жизнь, просто жизнь, и нужно это принять, я высказала свое мнение, ну, вы можете высказать свое мнение, если, конечно, оно будет объективным, на своем опыте, можете свою историю, кстати, рассказать, очень было бы интересно, потому что я часто делюсь своими историями, а вы как бы не часто, вот, мне интересна вообще, вот, история отношений, потому что, я же говорю, я 10 лет строила отношения, пока кто-то учился, пока кто-то карьеру делал, просто, господи, я время провела с пользой, надеюсь, вы его тоже провели с пользой, и что-нибудь сделали полезное, пока слушали меня, может быть, действительно, вас что-то натолкнуло на мысль, потому что, мне кажется, я не глупые вещи говорю, да, где-то очевидные, но для всех это все так очевидно, но ни хрена никто не делает, понимаете, вот, вот такое ощущение, что, ну, ни хрена никому ничего не понятно, вот нам все так понятно, что ни хрена не понятно, вот, мы все расходимся, мы все друг друга ненавидим, мы все друг друга не понимаем, но нам все понятно, я надеюсь, всем все понравилось, мне, допустим, все понравилось, и мой будущий педикюр тоже.